всем привет у нас 4 октября среда давайте поговорим о том что готовят на время форекс на сегодня немного проанализируем вчерашние сигналы скажу сразу прогноз сегодня будет довольно скучно почему да потому что у нас абсолютно ничего не меняется у нас абсолютно ничего не меняется по всем абсолютно инструментом уже целую неделю единственное что по еврику у нас был какой-то ложное пробитие ложное закрытие вот здесь в остальном же в течение недели посмотрите внимательно день 2 3 4 5 6 7 торговых дней ну 6 торговых дней у нас диапазон по евро 130 пунктов по фунту диапазон 200 пунктов в неделю австралиец диапазон 76 пунктов новозеландец в общем получается так что у нас большинство инструментов именно форексных инструментов большому нашему сожалению стали в диапазон происходит куда-то набор позиции когда происходят такие наборы позиции то есть это можно сказать прямо текущая флэтовая ситуация которая заранее предвидеть не мог абсолютно никто мы только по факту можем сказать что вот к сожалению это сейчас происходит и именно вот такие флэтовые текущие ситуации очень часто не дают нам зарабатывать более того очень часто наши сделки заканчиваются убытком заранее опять повторюсь мы не могли этого знать что сейчас будет куда мы отсюда выйдем в принципе под вопросом большим поэтому что я буду делать скорее всего я опять буду продолжать торговать так же как и торговал но риски буду еще уменьшать ситуация непонятная абсолютно очень все это дело опасно второй момент на который я бы хотел обратить внимание прямо сейчас вот на этой второй минуте видео вот здесь высветится видео с одного подведения итогов я всем советую его посмотреть да вот перед началом сейчас такая лирика будет минут пять потом быстренько пробежимся по сигналам так как все-таки нету как таковых но давайте вот немножечко пообщаемся с вами так вот в этом видео это было подведение итогов кто присутствовал молодцы советую может быть там кусочек сейчас пересмотреть я его найду выложу сюда конкретно временные форматы не могу указать о чем я там говорил вспомнить когда я говорю про веру и относилось это про бездумную веру то есть когда мы во что-то начинаем верить я всячески старался вас переубедить что делать этого нельзя и вот именно вчера позавчера сложилась такая ситуация да когда я постарался вам давать какие-то другого формата немного сигналов telegram и одновременно сам же допустил вот эту глобальную ошибку то есть я начал верить в этот свой сигнал по еврику вчера да потому что мы будем продавать самое интересное что абсолютно ничего критического не произошло мы как находимся в области самых выгодных цен на продажу так и находимся никуда отсюда не не вышли по идее должны просто ждать хорошего подходящего сигнала но я совершил глобальнейшую вчера ошибку помимо того что мы первый сигнал был более-менее подтвержден второй сигнал которая вот здесь давал к сожалению этот сигнал был абсолютно не подтвержден из всех тех данных которые у меня с различных источников поступают глядя на евро меня за продажи был основной сигнал это зоны и нашел я еще какое-то одно маленькое подтверждение не буду сейчас говорить откуда я его там выцепил откуда его нашел то есть я нашел всего лишь одно подтверждение и постарался продать то есть я тупо поверил сам свои сигналы да и начал из всех сигналов искать те которые его усиливают хотя всегда тысячи миллионы раз я вам говорю мы должны не искать те сигналы которые усиливают наше мнение усиливает наш прогноз а необходимо искать именно те сигналы которые наоборот предупреждают нас о том что не нужно лезть в евро не нужно лезть не нужно не нужно и так далее и проанализировав всю эту ситуацию я вчера нашел просто колоссальное понятно на истории все умные но это было просто огромное количество сигналов которые нам не позволяли залезать в евро никуда не в покупке не в продаже абсолютно никуда давайте сейчас вскользь я не буду сейчас полностью вспоминать все эти сигналы но некоторые из них я вам покажу и расскажу так как пример когда у нас тут маржа менялась когда у нас маржа менялась так тут у нас были покупатели так обижает момент увидел сейчас секундочку сейчас секундочку покажу так это евро это зона от 20 сентября до дело на 20 сентября вот она так какой-то терминал все правильно это нужно терминал вот она 20 сентября посмотрите на эту серую зону раз момент который нам показал четкий явный отбой от прошлой зоны прошлого вот этого диапазона раз упущенный момент если мы видим всегда такую реакцию четко от зоны без закрепления ниже хоть это и зона более раннего периода да мы сейчас действуем немножко по другому периоду вот поэтому но тем не менее это раз на что мы должны были обратить внимание второй момент смотрим сюда банк процентная ставка от этого х опять же четкий колоссальный прям моментный отбой от этой точки банковский уровень суммарная процентная ставка банка европы и банка сша то есть ецб и фрс опять же отбой это второй сигнал который должен был нам запрещать продажи третий сигнал его можно сказать видно вот здесь посмотрите в чистом значении на открытые позиции это открытые позиции уже посмотрите у нас максимальное количество всех игроков которые в чистом значении у нас находится в убытках по продажам то есть если цена пойдет вниз прям сейчас текущих это значит просто огромное количество игроков начнет зарабатывать деньги я в обзорах не часто на это обращаю внимание да иногда и при входе в сделку пропуска но вот такие моменты они конечно не являются областью поддержки да как бы с прямой точки зрения но мы должны понимать что по крайней мере в текущей ситуации в текущий момент маркету невыгодно опускать цену вниз более того у нас вот отсюда вчера вот это все движение вот вот такая шпиля она вчера была именно вот здесь то есть это говорит о том что у нас уже продавцы в убытках повыскакивали из рынка на обновление вот этих айов то есть у них здесь стояли стопики и эти стопики опять же мы видели вот здесь вчера то есть что уанда что на что мы там еще смотрели на банковские уровни что недельные зоны серого цвета у нас было просто огромное количество препятствий которые по крайней мере говорила на продаешь продавай очень осторожно то есть таких случаях я даже риски должен был как бы уменьшать это что до пол процента до четверти процента депозит хорошая мысля приходит а после я всегда вам говорю о том что я практически не анализирую свои прибыльные сделки но над убыточными сделками я сижу и работая над вот этими сделками вчера сидел по своему времени до 4 часов утра я реально все это дело искал все это дело анализировал да до сих пор хочется продать вот она эта самая пресловутая вера о которой я говорил в том видео которое будет выложено сейчас здесь я поверил сам себя я всяческими способами пускал пытался найти продажу первый здесь там от объемчиков был отскок здесь там еще что-то еще сейчас пытаюсь найти опять же не по термину ничего не было куда лес бесполезно да вот иногда сам учу сам говорю но это одна из причин да вот создание вот этого канала и создание вот этого всего общения когда тысячу раз одно и то же вам говорю это самостоятельно откладывается в моей башке входы вчерашний по евро я сразу написал что они очень опасны и вот такое количество сигналов она будет очень опасным по сути плохой вход сразу говорю да минус один процент я вчера потерял суммарно депозита минус один процент по любым счетам сделки в принципе везде копируются сейчас я потерял обидно досадно ну ладно ну и вот теперь только с девятой минуты я прям подпишу что прогноз с девятой минуты видео так будет начинаться давайте теперь приступим к обзору и посмотрим что же нам готовит рынок на сегодня вера верой но статистика есть статистика мы находимся в области самых удобных ценных продажах мы обязаны искать продажи ни о каких других сигналах мы не думаем то есть если что-то будет поступать на покупку тут же пропускаем ищем любые доп сигналы усиливающие продажи как только мы найдем таких сигналов больше чем сигналы которые нам препятствуют продавать мы должны потихонечку пытаться войти в сделку продаем первая цель обновление вчерашних минимумов дальняя цель недельная контрольная зона котировка 1 16 641 по сантименту в принципе уже поговорили минуту назад по сантименту да стопики внизу сейчас есть это хорошо вчера и было очень много наверху вот до плюсовой моментик как бы но не нужно сильно обращать внимание на плюсовые моменты именно вот на это смотрим конечно вот это может остановить там сигналы наверно у меня новозеландец да у меня по новозеландец зацепился не на основном счете друзья не советую повторять сделку скажу сразу меня зацепился новозеландец она полетела вниз кто хочет дублируйте кто не хочет не дублируйте сигнал опять же опасный поэтому я его не подает смотрим дальше фунт по фунту вся та же ситуация находимся во флете тенденция как у нас вот здесь 20 сентября был первый сигнал на шорт с 20 числа все наши прогнозы были только на шорт день 2 3 4 5 6 7 8 9 10 дней подряд торговых рабочих дней все наши сигналы были на шорт понятно что когда-то это закончится понятно что трудно было входить во все эти позиции но прогнозы и аналитика наши были только на шорт и сейчас продолжается вся та же ситуация пока не произойдет закреп выше зоны 1 2 построенный уже вот от этого минимума на покупках не думаю ждем теста четвертинки ждем теста 1 2 и отсюда пытаемся работать вниз уже на обновление минимумов кстати поздравляю всех кто досидели все-таки по фунту ребята вот здесь ходили скрины мяч раскидывали цель мы достигли цель золотая дкз теперь вероятность дохода до этой зоны составляет у нас порядка 60 процентов пытаемся работать вниз желательно протестировать как минимум 4 пиночку и тут найти паттерн любой разворотный на продажу по сантименту смотрим по фунту что у нас здесь ничего не поменялось сильно на это внимание обращаем в прибыли у нас непонятно кто покупателя когда покупатели в прибыли нужно продавать так вот это кто такой стопы 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 неплохие стопы но и сверху нас есть так и друзья можем сначала все-таки обращаем внимание на сбор вот этих стопов проще всего сделать именно это игроку крупному игроку рынка форекс собрать сначала эти стопы потом уже рисовать наши сигналы на продажу здесь видите плюс по фунту что не такое большое количество у нас продажников находится в убытках поэтому в принципе также пытаемся продать ничего не меняется с прошлых прогнозов австралийц точно также ничего не меняется даже можно сказать с одной стороны у нас плюс потому что если мы все-таки здесь сможем войти в продажу соотношение стопа к тейку у нас будет ну просто колоссальным поэтому нужно искать патент явного контрольного минимума у нас нет самым оптимальным и красивым вариантом будет еще раз обновить максим вот эту точку взять заклеем пробитие и от к поход вниз первая цель обновления вот этих минимумов дальняя цель золотая копировки золотой неоднократно уже говорил мы к ней метимся уже 4 торговых дня 077 39 опять же все наши прогнозы первая продажа у нас была вот здесь 21 сентября все рекомендации были продавать 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 дэн 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 и сейчас несмотря даже на пробитие вот этой точки несмотря на то что многие ребята там смотрят на старшие таймфреймы и старшие таймфреймы нам показывают вверх нас вот эти старшие таймфреймы сильно не интересует на всем этом росте мы уже 50 раз продавали из этих 50 раз мы получили 30 тейпов все было нормально и сейчас все это будет нормально и дальше пытаемся продавать этот инструмент покупках пока не думаем закрепимся если сегодня выше зоны 1 2 завтрашнего дня пойдем выше пока этого нет работаем только на продажу по сантименту у нас здесь что давайте сейчас уже буду покороче одно и то же говорит одно и то же да но несколько дней подряд я это говорю внизу стопы замечательно так или это верхние стопы подождите подождите это у нас сейчас данные не прогрузились это были стопы которые мы вот этой свечкой собрали вот обратите внимание были стопы вот происходит как их сбор поэтому ставить свой стоп лосс в те же места где у других игроков стоят стопы очень не рекомендую на будущее потому что с просквизом все это дело будет забираться обращайте всегда на это внимание вот еще просто силища уанды которые нам показывают где стоят стопы у игроков вот срез времени видите маленький плюсик стоит который показывает когда эти данные были сняты вот за этими краями были стопы вот так мы их собрали кто не любит ланды не любите и дальше кто любит и понимает ландов это вас будет спасать от увеличения стопов в разы то есть на наши стопики нужно стоять либо до скопления стопов игроков либо уж тогда после вскопления линии так и тогда это нам поможет уберечь наш депозит что здесь сейчас но переданные что-то все не прогружаются не прогружаются сейчас надеюсь прогрузятся все не погружаются как-то сегодня очень долго да но все равно однозначно мы должны продавать 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 о покупках не думаем но тот паттерн который нарисовал это будет желательный паттерн я вот что-то не хочет прогружаться данные сервера очень что-то долго уже секунд 30 ждем но пока все равно только продажи новозеландец абсолютно не буду опять же останавливаться все как говорил в прогнозах начиная опять с того же 21 числа что мы работаем только на продаже продолжаем работать на продаже здесь у меня уже есть сделка без паттерна опять же повторяюсь почему они говорили сейчас все услышали что она у меня сработала на счете здесь есть сделка я продаю тейки обновления минимумов и недельная все эти котировочки уже неоднократно он говорил пытаемся работать и дальше вниз по сантименту в принципе чтобы у нас какие-то косяки с индикатором нужно будет кстати вот этот кусочек видео отправить автору посмотрите мы уже минуты две три у нас не обновляется данные стакана это плохо ну давайте глянем на сантимент здесь наверно все будет то же самое опять же данные не давить вот что-то зависло и данные висят вот профи тратил ты обновился вот у нас покупатели как только покупашки вошли в прибыль вот он ваш разворот то же самое по идее можно ждать сейчас то есть я в это время спал поэтому может быть а вот смотрите кстати по новозеландцу данные обновились либо у нас что-то с австралийца мы сегодня не о чем так болтаем говорю прогноз прогноз смотрите вчерашний он не поменялся говорю может быть только плюс-минус чуть-чуть котировочки сбились до австралийца от нас данные и не прогружаются стопы находятся то есть стопы на продажу находится ниже чем текущее положение цены получается у нас ладно смотрим дальше канадец все то же самое и чем покупки до более глубокая коррекция да но у нас есть предел и лимит этой коррекции это закрытие ниже зоны 1 2 пока этого не произошло как мы покупаем канадца начиная с 8 9 сентября так мы и продолжаем его покупать произойдет закрытие ниже зоны 1 2 начнем продавать вот она наша статистика откуда берется вот из этих всех долгосрочных кто бы как не говорил движений потом когда-нибудь обязательно ошибемся обязательно мы будем дальше покупать цена уйдет вниз обязательно появится какой нибудь хейтер у нас на канале скажет и дебил там дивергенция там это какой сигнал на покупку какой сигнал туда-сюда но он не считает что мы до этого 20-30 дней подряд нам были правы но как только мы ошибемся обязательно напишет я прям жду с нетерпением когда сегодня появятся комментарии по поводу вот этих по поводу евро они появятся в общем канадца покупаем ену новых сделок влазить не рекомендую опять живут вот он флэт представляете сколько мы уже сидим неделю 90 пунктов попали во флэт швейцарца также покупаем находимся в области самых выгодных цен на покупку пока не уйдем ниже зоны 1 2 о продажах не думаем были вопросы по поводу вот этой зоны десятый раз напоминаю эта зона построена вот от этого лая но и зона от этого лая вот она поэтому я говорю что если вы сидите швейцарцы поделите позицию на три части так золото что золото продаем желательно дождаться теста четвертинки хотя уже неплохой коррекцию дал цель у нас по золоту 1259 метимся именно туда ну и нефть нефть все по плану то есть вчерашнего дня прогнозы были на продажу минимум новый теперь можно продавать нефть под 5049 давайте сегодня будем углубляться него что потому что ну скучно говорить одно и то же ребята действительно поверьте все идет одно и то же последнюю неделю единственное что чуть-чуть корректируются точки входа индикаторы я думаю уже практически у всех эти имеются у кого не имеется честно слова потратите вы эти там две с половиной тысячи возьмите вы этот индикатор он вам всегда поможет наблюдать в моменте за ситуацией вы будете всегда заранее знать места где с большой долей вероятности будет остановка и где у нас появится объем все эти объем щеки которые торгуют нам по объемам они уже опосля видят эту информацию мы все это дело видим заранее на каждую практически зону на каждый в каждой этом месте есть реакции мы торгуем эти реакции заранее предсказывая где будут эти реакции что вот здесь мы это видели что вот здесь упустил к сожалению нет но нет все лирика лирикой прогноз так себе ни о чем завтра обещаю этом соберусь высплюсь сделала хороший замечательный прогноз будем говорить о чем-нибудь умным о чем-нибудь хорошим на сегодня давайте все половину прогноза была лирика всем желаю удачи профита нам как бы сегодня желательно поймать какую-нибудь одну неплохую сделочку и частичным ее закрытием перебить вчерашние стопы ну а там уже пойдем по новой все всем удачи всем пока пока